Гормонная беременность. Начнем мы с женского авариального цикла, а именно с его второй фазы, когда в яичнике работает желтое тело и вырабатывает прогестерон, который готовит организм женщин к беременности. Если беременность наступила, желтое тело продолжает работать и превращается в желтое тело беременности. Это значит, что желтое тело продуцирует прогестерон, пока как следует не разовьется плацента. Плацента развивается к 3 месяцам беременности, поэтому аборт можно делать более-менее безболезненно до этого срока. Таким образом, одно из желез, которые продуцируют гормоны, беременности, является желтое тело беременности, который продуцирует прогестерон. Второй важный момент – это продукция хорионического гонадотропина, который продуцирует зародыш со стадией бластоцисты, то есть даже еще когда он не внедрился в матку. Поэтому продукция хорионического гонадотропина начинается очень рано, и именно по этому гормону судят о наличии беременности с помощью этих тестов с полосочками и так далее. Нужно иметь в виду, что хорионический гонадотропин – это белок, который состоит из двух субъединиц, и самые хорошие тесты на беременность – это тесты, в которых используются антитела к бета-субъединице хорионического гонадотропина, альфа-субъединица у хорионического гонадотропина общая с другими гапифизарными гормонами, такими как лютвинизирующий, фолликулостимулирующий и тиреутропный. Поэтому если антитела и к альфа- и к бета-субъединиться, то такой тест на беременность может быть ложноположительным. Поэтому нужно грамотно смотреть, каким тестом пользуешься. Так вот, хорионический гонадотропин начинает продуцироваться очень рано и в очень больших количествах. Второе его замечательное свойство – это то, что он, в отличие от большинства белков, практически в неизмененном виде попадает в мочу, и именно поэтому можно легко определить, есть ли хорионический гонадотропин и, соответственно, возникла ли беременность. Хорионический гонадотропин вместе с прогестероном, который вырабатывает желтое тело, готовит матку к беременности, а именно стимулирует развитие материнской части плаценты, которая называется децидоума, и, соответственно, способствует тому, чтобы зародыш прикрепился к этой материнской части плаценты и чтобы плацента развивалась дальше. Кстати сказать, хорионический гонадотропин, понятно, что это гормон беременности, и у мужчин он не вырабатывается, но именно в связи с этим хорионический гонадотропин является маркером рака семенников у мужчин, потому что в норме его нет, и только при раке семенников организм начинает его продуцировать в семенниках по неизвестной причине, и он является таким хорошим маркером наличия рака семенников. Когда плацента уже достаточно развелась, она берет на себя функцию продукции прогестерона и начинает вырабатывать и другие гормоны. Кроме хорионического гонадотропина, который уже продуцируется плацентой, существует два специфических для беременности гормона — это хорионический лактоген и хорионический самоатмамтропин. Хорионический лактоген поддерживает поступление питательных веществ от матери к плоду и осуществляет ряд других функций, которые способствуют развитию плода. Из остальных гормонов плацента продуцирует фактически все гормоны, которые есть в женском организме, только в других пропорциях и в других количествах. Мы уже говорили, что когда развивается плацента, желтое тело подвергается инволюции, и плацента начинает продуцировать прогестерон, который поддерживает беременность. Для поддержания беременности необходима не только высокая концентрация прогестерона, но и высокая концентрация эстрогенов. Здесь оказалось очень интересным два момента. Первый — какие эстрогены растут при беременности. Известно три варианта эстрогенов — эстрадиол, эстриол и эстрон. Самый активный эстроген — эстрадиол. Эстриол менее активен, но оказалось, что при беременности наряду с ростом эстрадиола растет эстриол. Эстриол растет в гораздо большей степени, чем эстрадиол. За ходом беременности следят именно по уровню эстриола. Второй момент, который тоже интересен из практической точки зрения, каким образом синтезируются эстрогены при беременности. Оказалось, что сама плацента может синтезировать эстрогены только из андрогенов. Сами андрогены плацента синтезировать не может. Где-то в 50-х годах прошлого века выяснилось, что для биосинтеза эстрогенов нужна так называемая фетоплацентарная система. Андрогены, из которых синтезируются в плаценты эстрогены, поставляют плод. В сетчатой зоне надпочечников продуцируются надпочечниковые андрогены, в частности, дегидроэпиандростеронсульфат. Эти надпочечниковые андрогены или сразу поступают в плаценту, из них продуцируется эстрадиол, или они поступают в печень плода, там они гидроксилируются, и после этого поступают в плаценту. В плаценте из гидроксилированных производных андрогенов продуцируется главный эстроген беременности – эстриол. Поэтому если в крови беременной женщины регулярно измерять уровень эстриола, мы можем судить не только о самочувствии и правильном развитии беременности у женщины, но мы можем следить за развитием плода. Если надпочечники плода и печень плода развиваются нормально, то в крови матери нормальный уровень эстриола. Если развитие плода замедленное или неправильно, то надпочечники работают плохо, мало надпочечников эндрогенов, печень работает плохо, соответственно, мало эстриола, значит, что-то происходит. Например, вот синдром Дауна, который достаточно серьезное заболевание, которое хочется диагностировать как можно раньше, поскольку это генетическое заболевание. Для того, чтобы определить тресомию по 21-й хромосоме, нужно применять инвазивные методы, что опасно для плода. Существует гормональный тест на наличие синдрома Дауна. Один из компонентов этого теста – низкий эстриол. Если низкий эстриол, то говорит о том, что плохо развиты надпочечники плода и плохо развиты печени. Вторым компонентом этого теста является высокий хорионический ганаттерапин. Хорионический ганаттерапин выделяется в самом начале беременности для того, чтобы развелась плацента. Когда плацента развелась как следует, хронический ганаттерапин уже не нужен, а его продукция падает. Если продукция хорионического ганаттерапина продолжается достаточно долго, это говорит о незрелости плаценты. И опять же свидетельствует о том, что если уж мы говорим о синдроме Дауна, то надо использовать уже инвазивные методы, чтобы убедиться в наличии синдрома Дауна. Поэтому вот такие особенности биосинтеза эстрогенов при беременности. Во-первых, эстрогены важны для поддержания беременности, потому что они действуют совместно с прогестероном и дают возможность прогестерону действовать, потому что они увеличивают количество рецепторов к прогестерону, без которых эффективность прогестерона равна нулю. С другой стороны, это важно для того, чтобы оценить вероятность неадекватного течения беременности. Еще одними важными гормонами при беременности являются гормоны кортикотропной оси, а именно кортизол, адренокортикотропный гормон и все составляющие этой оси. Дело в том, что эти гормоны готовят организм матери к родам. Всю беременность, продукции гормонов кортикотропной оси увеличиваются, но они находятся в такой скрытой малоактивной форме, это может быть из-за того, что они связываются с своими транспортными белками, которые мешают им действовать, это может быть из-за того, что они превращаются в свои неактивные метаболиты, но перед родами гормоны кортикотропной оси активируются, возникает так называемый фетальный стресс. Фетальный стресс позволяет существенно увеличиться концентрация кортизола, и вот именно увеличенная концентрация кортизола, которая возникает у плода, является сигналом к родовой деятельности женщины. Параллельно с этим увеличивается продукция окситоцина, которая стимулирует сокращение матки и простагландинов, которые делают то же самое, и увеличивается продукция релаксина, которая расслабляет связки малого таза, вызывает лизислонное сочленение, стимулирует раскрытие шейки матки для того, чтобы плоду легче было пройти через родовые пути.